А начиналось все в октябре далекого 1960 года, когда по инициативе главного конструктора КБМ Бориса Ивановича Шавырина на берегу реки Коломенки стартовало строительство первой профессиональной 400-метровой конькобежной дорожки. Ничего подобного в нашем городе до этого не было. Официально каток назывался «Центральный», однако в народе его быстро окрестили «Шавыринским». Горячий поклонник скоростного бега на коньках Шавырин задался целью сделать из Коломны Центр конькобежного спорта страны. И дело пошло. Уже в декабре 1960 года на новом катке, за месяц до его официального открытия, состоялись первые соревнования – первенство Добровольно-спортивного общества труд. Сборная команда Коломны заняла у себя дома второе место. Но куда более знаковым событием в то время стала победа коломенца Валерия Толстикова на дистанции 500 метров. Этот успех был первым и для спортсмена, и для города. Это было, я не знаю, сколько народу, столько конькобежцев собралось. Мне просто удивительно было. И то, что мы юноши бежали, и я выиграл 500-ку, это было удивительно. Я любил бегать более короткий дистанции, нежели второй. И уже на дистанции, кажется, 3000 метров уже был, кажется, четвертый. Почему кажется? Потому что это на самом деле 50 лет прошло. И для меня это уже вспоминать вот эти сорты, даже удивительно. Что они немножко отложились. Уже на протяжении более чем 40 лет Валерий Михайлович работает в спортивной школе «Комета». 29 января, в день 50-летнего юбилея Коломенской ледовой дорожки, он вместе с конькобежцами разных поколений пришел в мемориальный парк. Возложить цветы к памятнику Борису Ивановичу Шавырину. В знак уважения и благодарности за все то, что он сделал для города в целом и для спорта в частности. Не будь его талантливого организатора и горячего поклонника конькобежного спорта, неизвестно, что бы сегодня было с этим видом спорта в Коломне. Ровно 50 лет назад я приехал в Коломну в 1961 году, в апреле, как действующий мастер спорта. И счастлив, что здесь работаю. И всегда в моей памяти будет Борис Иванович Шавырин, который дважды в день приезжал на мои тренировки, утром и вечером, смотрел, советовал, всегда что-то говорил хорошее. Среди пришедших почтить память основателя ледовой дорожки был и Анатолий Павлович Шипаксов. В 1961 году он по приглашению Шавырина приехал в Коломну работать тренером. И за один год работы подготовил пять мастеров спорта. Была непосредственная забота Бориса Ивановича Шавырина. Благодаря ему мы познали мир больших скоростей, мир больших результатов. Это все заслуга Бориса Ивановича Шавырина. Как отмечали многие конькобежцы-ветераны, в 1960 году по инициативе Бориса Ивановича Шавырина построили не просто новый доселе невиданный каток «Центральный», а целый спортообразующий центр, который во многом повлиял на развитие и других видов спорта в Коломне. С тех пор прошло много времени. Многое изменилось. На месте катка «Центральный» теперь располагается современный конькобежный центр «Коломна». Он, как и шавыринский каток, достояние и гордость нашего города. Если сравнить тот вид открытый каток и закрытый, это другой вид спорта на самом деле. Можете себе представить, что мы выходили, в то время не было таких костюмов, что в пальто в зимнем. Утепляли себя всячески для того, чтобы раздеться и быстро бежать. Но ветер все наши помыслы на нет сводил. То есть это была своеобразная лотерея. Порыв ветра, и ты показал уже плохие секунды. А слабее тебя соперник мог обыграть тебя. Кстати, 2011 год – юбилейный вдвойне. В январе исполнилось 50 лет с момента открытия катка «Центральный». А в мае конькобежный центр «Коломна» отпразднует свой первый, хоть и маленький юбилей – 5 лет.